ну что ж после вчерашнего сумасшествия природы мы на даче труба я вижу стоит не упала даже дорожка более-менее чистая надо же анимоны мои живы-здоровы да вроде бы как так все сказать что пи а еще один вылез смотри-ка видишь вот там еще должны быть а еще один да где вот это один да 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 чуть-чуть надо да 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 разгрести ой да там не один сервис там их несколько осторожно вижу 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 пусть входят сердца наши разбитые виноград вроде как тоже живой сереж но как-то пожелтели листья у него осень наверное здесь все хорошо накрыли так там деревья даже стоят ты посмотри а не повалило ничего да мы заскочили привезли же плитку на дорожке в наш огород который нам вчера подарили хочу вот такой вдоль дорожки шаговым таким расстоянием выложить между грядок и в серединочку чтобы ходить по чистенькому там случае чего не в общем то все грядка стоит лук накрыт сережа все нормально все живы пошли разгружаться сейчас плиты разгрузим и поедем в магазин клематисам не очень нравится такая погода как-то они поскучнели а радодендрон напротив набирает цвет супер ждем разгрузились ну вот так сейчас пока плиточки полежать а потом когда дожди кончатся мы их переложим между грядками в огород ну что поехали в магазин у нас сегодня хорнбах как я люблю хорнбах каких только здесь нет железочек всяких как мне это нравится всегда поиск чего-то нужного открывает простор моей фантазии я бы здесь жила надо вот трос чтобы держать павильон мы же крышу планируем и без крепления у павильона будет большая парусность вот этот достаточно это тонкий это вот ой нет этого не на тролль два пятнадцать два пятнадцать он не будет ржаветь вот этот а вот смотри вот за 10 евро лежит уже нарезано может тебе там хоть на пляжа посмотри толстый а вот еще тут разные есть и цены разные давай подешевле посмотрим вот какой метраж в итоге мы купили все для растяжки павильона и опять приехали на дачу вон какие тучи и затишье такой как перед бурей мы на даче конечно но даже не знаю сможем мы что-то сделать или нет тоже нам обещают мороз заморозки на почве и что будет завязавшимися уже плодами непонятно боюсь что даже слива с вишней пострадать могут я расстроилась и что же получается все замерзнет и цветочки ордодендра на замерзнут да как жалко то жалко и клематисы значит замерзнут и клубничка моя надо что-то накрыть ну решили клубнику прикрыть хотя бы если будут холода и морозы все же не закроешь да все не спасешь можно было бы лук открыть ему ничего не будет но возиться не хочется там в грязи а клубнику прикроем у нас еще оставались дуги и спонбонд обрезки закроем дождь идет уже вон какое небо быстрее надо убегать а то промокну меня куртка не держит влагу но сначала сливы проверю мне кажется слива стала как-то погуще пускать листья а то прям такая блезлая стояла и сливки будто они как-то не растут но хотя бы не падают да наверное для роста слив еще погода не то холодно вот она такая мелочь стоит вон все наверху много усыпано сливы ой нас наверху больше сливы чем здесь внизу как-то поменьше ну тоже есть давай держись слива столько плясали вокруг тебя ради урожая даже сосед крестьян удивился что никогда сливы не плодоносила и вдруг нативом так что давай держи ягодки крепче какую же температуру завязи выдержит а тимьян ничего так стоит держится вот куститься даже не молодец тимьян ух ты не ожидала от него такой прыти думала такой я его вырастил он такой правда он такой уже стал последнее время бессовестный лес в горшки в чужие рядом не укоренялся там поэтому траву надеюсь он эту забьет не забьет я значит буду пропалывать но не сейчас конечно сейчас не до нее нарциссы мы посадили вдоль забора соседа луковицы ничего так они стоят молодцы хорошо стоят а лилии если лилии замерзнут тогда что может быть их так вот мульчой прикрыть чуть-чуть мульчу и можно их прикрыть как ты думаешь лилии так слегка в общем прячем все что можем а виноград черенки винограда которые нас укоренились решили поставить в домик домой уже конечно никто ничего везти не хочет пусть здесь сидят пока ждут тепла слив готов и здесь слив готов даже вода немножко набежала туда и сюда отлично ливень вчера был сильный но видимо не все попало наши емкости ну следующего дождя не долго ждать ой как красиво там над горами да такой ореол света солнце а мы наверное на сегодня все на даче поскольку дождь то сорвется то затихнет я вся промокла до завтра . пока